Евангелист, вернее, Матфея о том, что народ, слушая Христа, слушая Его слова, отмечал, что Он говорил не как книжники-фарисеи, а как власть имеющие. Вот это очень важная, яркая особенность проповеди Христа, потому что она так привлекала народ. Даже когда послали начальники храма арестовать Иисуса, то не сделали этого, и вернувшись, их упрекают начальникам. Почему не сделали? Почему не привели его? А они говорят, никогда человек не говорил так, как этот человек. Какая-то особая была власть в словах Господа. Он действительно говорил, в законе написано так, а я говорю вам. То есть как бы восполняя закон. И он не случайно говорит, что он пришел не нарушить закон, но исполнить. То есть исполнить, то есть довести до совершенства. Исполнить это имеет значение такое не просто все точно выполнить, а довести до совершенства. Вот именно в этом суть Нового Завета. Это не значит, что он отменяет Ветхий Завет. Он продолжает возводить на новую ступень. И в этом есть вот такая нерасторжимая связь Ветхого и Нового Завета. Почему, как Библия у нас создается вместе, Ветхий и Новый Завет. Были такие течения, которые стремились объявить Новый Завет ненужным, отмененным, все. Но церковь пошла другим путем, оставила и то, и другое. Хотя, конечно, Новозаветное слово, оно именно вот это совластью. И нам очень важно прислушиваться к этим властным словам Христа. При этом понимать, что те заповеди, которые даются вот в Нагорной проповеди, так называемые заповеди блаженства, они не являются рецептами для вот их исполнения. Там подставлять щелку, убрать попровед, подставить другую щелку. Это невозможно в жизни делать, но в каких-то случаях это возможно. Чем они отличаются от ветхозаветных заповедей? Здесь сказано четко, не убей, не кради, не пролебодей, не делай, сделай преступление. Новозаветные заповеди – это не рецепты, не указания, это компас. Компас, который указывает, куда нам идти, в каком направлении двигаться. Не всегда это можно применить, потому что не всегда какое-то буквальное следование может действительно быть правдой. Потому что правда – это любовь. Митрополит Антони приводит такой хороший пример нередко, что человек, однажды который во Франции прятал евреев от нацистов, когда пришлось спросить, есть у тебя? И он, как христианин, я не могу соврать, я не могу сказать неправду. Он сказал правду, но не привил любовь. Наоборот, он совершил грех, к тяжке греха, выдал человека, которому грозила смерть и действительно обрек его на смерть. Вот поэтому мы так и должны понимать эти слова, как направление, которому мы должны прикладывать в свое собственное разумение. Почему нам так важно читать и перечитывать Евангелие? Вот сейчас читается в храме в период от Пятидесятницы до Успения Евангелие от Матфея. И нам надо тоже перечитывать, вдумываться в эти слова, сопоставлять их с нашей жизнью. Вот, как что-то не понимаем, почитаем, где-то сейчас есть комментарии, все записали, где-то пыталось спросить. Потому что это слова, которые написаны благодатью Святаго Духа. И когда мы их читаем, даже помимо нашего, так сказать, специального устремления, и столько мы читаем с сердечным вниманием, эта благодать посещает и наше сердце тоже. Так что будем об этом помнить, об этих словах евангелиста, что он говорит, как власть имеющая. И читая Евангелие, будем приобщаться к этой власти над ком. Для нас это власть над нашими дурными мыслями, греховными помыслами. Это все действия дьявола, действия, так сказать, врага. Вот именно Евангелие, Дух Его помогает нам от этого уходить.